Добрый день! Сегодня поговорим о кайловерах. Вот как раз я собрал один и соберу на ваших глазах еще один кайловер, на который у меня поступил заказ. Эти кайловеры изготовлены для автомобиля Range Rover, хотя кайловер сам по себе, по определению, это универсальный амортизатор, ограничен только размерами между точками крепления. Этот кайловер мог бы быть вообще-то топовым кайловером, так можно сказать, если бы не его размер. Здесь, хотя размер тоже неплохой, 50 миллиметров поршень, но у него есть обе регулировки, которые я сейчас могу сделать. Это регулировка отбоя и регулировка сжатия. Регулировку отбоя я делаю довольно давно, а вот регулировка сжатия будет испытана именно на этих кайловерах. Головку регулировки сжатия я представлял вам в своем инстаграме, ну более-менее детально. И сейчас вот она в составе этого амортизатора. Поэтому я считаю, что этот амортизатор практически топовый по комплектации. Ну, возможно, еще одна регулировка сжатия. Она может быть. Это регулировка медленного сжатия. В моей головке регулировочное сжатие и быстрое и медленное сжатие совмещено. Вот. Это не я придумал. Было взято как принцип работы с амортизаторов риггер, которые я ремонтировал. Там тоже совмещена регулировка быстрого и медленного сжатия. Довольно популярный бачок. Я думаю, не зря они это сделали и этого будет достаточно. Хотя вся механика работы этой головки, она абсолютно не похожа на риггер. Ну, во-первых, потому что в риггере очень высокие технологии изготовления. И чтобы повторить даже эту головку, ну, наверное, это возможно, но затраты себя не окупят, конечно, никогда. Я максимально упростил конструкцию. Надеюсь, это не пойдет вред эксплуатационным качествам. Вот. А надежность, я думаю, повысит вот этого бачка. Но, тем не менее, надо проверить эти амортизаторы в деле. И только заказчик может сказать, насколько удачно все получилось. Ну, а сейчас я соберу... Соберу... Расскажу, во-первых, с каких частей состоит этот амортизатор. И соберу его на ваших глазах. Постараюсь рассказать подробно о его устройстве. И показать все, что я могу. Ну, приступим. Итак, амортизатор перед вами. Давайте посмотрим, из каких частей он состоит. Ну, традиционно это корпус амортизатора. Имеет внутри 50 мм диаметр. Ну, то есть, если бы он был, предположим, еще раз скажу, 63 мм или 60, это вообще был бы топовый амортизатор. Ну, и 50 тоже неплохо. Имеет резьбу, конечно, потому что это кайловер на наружном диаметре. Штуцер для подсоединения бачка. Ухо. И в него запрессован плавающий сайлентблок от Мерседеса. Я их использую, они защищены. Имеют практически такой же ход, как и ШСы. Но служат, в общем-то, дольше. И можно купить в любом магазине. Копеечная деталь, можно сказать. Покрыт сверху хромом корпус. Ну, надеюсь, антикоррозационная защита будет хорошая. Прослужит он долго. Теперь бачок расширительный. Он сделан из алюминия. Вернее, из алюминиевой трубы, из которой делаются пневмоцилиндры. Анодированный сверху. Имеет очень твердое, хорошее покрытие внутри. Вообще, для бачка это очень хорошо. Я сейчас применяю вот такую трубу для расширительных бачков. Не сталь. Он очень твердый. Его даже не всякая шкурка берет. Поэтому повредить его внутри поршнем при движении будет непросто. Ну, что нового в этом амультизаторе? В этом амультизаторе в бачке есть головка, которая регулирует силу сжатия амортизатора. Эта головка будет устанавливаться на первый раз. На этих амортизаторах она вот как раз будет опробоваться. У меня было несколько попыток сделать такую головку. Ну, вот эту я пока считаю завершенной попыткой. Правда, ну, посмотрим, как она будет работать. Но конструктивно меня все устраивает в ней. И габариты, и конструкция. Ну, посмотрим, какая будет эффективность. Работает она за счет поджатия пружины. Не знаю, видно там или нет. Вот, в проемчике там есть пружина, которая, поджимаясь, усиливает силу сжатия. То есть препятствует прохождению через головку масла, объема масла, которое вытесняет шток. Происходит это следующим образом. Когда я вращаю эту рукоятку, видите, это чашка. Она заходит внутрь головки и поджимает пружину. Вот, можете послушать, как тут звучат щелчки. Вот, все очень четко работает. Мне все вам нравится. И вторая особенность. Здесь регулировка быстрого сжатия совмещена с регулировкой медленного сжатия. То есть при сжатии пружины меняется сечение дросселя, через который проходит масло при медленном движении штока или медленном перемещении колеса. Следующая часть это поршень разделительный для бачка. Здесь выполнен из пластика. Крышка. В крышке винт защитный. Закрывающий клапан. Вот вы здесь его видите. Давление накачивается иголкой сюда. Это ухо. Ну, скорее, это нижнее будет ухо этого амортизатора. Что здесь интересного? Ну, здесь запрессован тоже сайленблок плавающий от Мерседеса, защищенный. Здесь есть вставка нержавеющая для того, чтобы шток вкручивался не в алюминий, а в нержавеющую вставку. Это, во-первых, прочнее. А, во-вторых, всё-таки выше коррозационная стойкость нержавейки, нежели алюминия. И при обслуживании или при каких-то там действиях проще будет выкрутить эту вставку из штока. Там при замене штока, предположим. Вот. И регулировка отбоя. Вот такая крутилочка с конусом. Вот. Она через спицу, через такую, которая проходит внутри штока. Шток, кстати, сверлённый. 4 мм здесь отверстие. Это спица. Конус на рукоятке надавливают на спицу. Спица, в свою очередь, надавливает на иголку. И она вот таким образом закрывает или открывает дроссель. Ну, наверное, вот так покажу. Меняет сечение этого дросселя, соответственно, меняет сопротивление отбоя. Ну, фактически меняется сопротивление и отбоя, и сжатия. Но эта регулировка, она считается регулировкой отбоя. Почему? Потому что, ну, практически всегда, по крайней мере, на внедорожных машинах, настройки сжатия, они слабее, чем настройки отбоя. Соответственно, когда мы открываем дополнительный дроссель, то влияние больше оказывается на регулировку отбоя. Потому что, потому что он больше шайб, оно жуще. Поэтому больше оказывает влияние на регулировку отбоя вот этот дроссель, который в штоке стоит. Направляющая. К сверху крышка. Все детали, которые контактируют с атмосферой, анодированы или покрыты хромом. Вот так выглядит направляющая. Здесь два уплотнения. Первое и второе полиуретановое. Но первое, оно имеет ширину 2,2 мм. Оно работает, именно оно работает под давлением. Но так как имеет маленькую ширину, то не оказывает большого влияния на трение, которое происходит здесь в направляющей. Ну а соответственно, это влияет на комфорт и на температуру в направляющей. А второе уплотнение, оно страховочное, можно сказать, воротникового типа. Тоже полиуретановое. Оно работает без давления. Но пока работает первое. Поэтому не оказывает большого влияния на трение. И здесь стоит грязесъемник из жесткого полиуретана. Здесь я тоже применяю его практически тоже впервые в этих амортизаторах. Потому что с резиновыми были проблемы. То есть они в жестких условиях не очень хорошо держат грязь, воду. И эта субстанция проникает под него внутрь и добирается до уплотнений. И некоторые амортизаторы страдают от этого, потому что от этой грязи появляются продольные риски. На штоке, в результате чего, амортизатор начинает течь, сколько бы там уплотнений не было внутри. И в каком бы ни были состоянии. Здесь отбойник резиновый, стоит внутренний, направляющий втулки. Таким образом. Поршень 50 мм. С довольно большими пропускными отверстиями для высокой скорости перемещения. И шланг соединительный. Шланг соединительный имеет внутри диаметр 6 мм. Я, конечно, поставил бы потолще, но сначала была задача оставить бачки Риггер на этом амортизаторе, на этом кайловере. А они имеют как раз внутреннее сечение тоже 6 мм. И эти резьбы были нарезаны под них. Вот под эти бачки. Поэтому оставил этот. Вообще, на своих амортизаторах, на кайловерах, где подключаются бачки на шланге, я ставлю минимум 8 мм сечения шланг. Ну вот, наверное, всё по конструкции амортизатора. Сейчас приступим к сборке и проверке работоспособности. Начинаем, как всегда, со штока. Попорная шайба. Так, не маточку. Сначала заправляем сюда направляющие, потому что с той стороны проблематично её будет надеть. Там резьба 16 мм, которая соответствует диаметру штоку. Она вкручивается в ухо. Смазываем резьбу смазкой обильно. Во-первых, потому что она может закусить без смазки, алюминий по алюминию. Такое бывает. Во-вторых, это водостойкая смазка. И она тут будет держаться хорошо. Собираем направляющие. Еще одна направляющая. Здесь в отверстии вы можете увидеть, что убраны острые края, чтобы не повредить уплотнение. Следующим этапом шим-стейк. Значит, опорная шайба. Пакет сжатия. Порши. Порши. Порше, пакет отбоя. Гайка. Гайка. Закрутили и немного добиваем гоковертом. Да, достаточно. Итак. Так, шток с направляющей и с поршнем готов. Так, теперь переходим к расширительному бачку. Вставляем поршень, наверное, для начала. Поршень на месте. Теперь закручиваем головку. 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 Завернули головку. Головку надо открыть полностью для прокачки. Подсоединяем шланг, использую герметику для надежности, но, несмотря на то, что здесь стоят гидравлические шайбы, они будут уплотнять это соединение. Вот так вот. Вот так выглядит бачок. С подключенным шлангом поршень внутри. Так, следующее. Корпус. Ага, еще вот что-то было. Поставить иголку. Дроссель. Иголку тоже смазываем консистентной смазкой, чтобы не повредились резинки. И, кстати, здесь этот узел непростой в плане выполнения. То есть, там нужно сделать плавный переход, чтобы резинки при монтаже иголки не вышли из строя, чтобы не было острых краев. Нигде. Все. И дроссель. И берем корпус. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вставляем шток. Играет музыка. Вставляем направляющую. Играет музыка. Играет музыка. Так, все на месте, закручиваем. Дадим давление, потом затянем. Так, переворачиваем. И подключаем бачок. Предварительно. Теперь зажимаем бачок. Вкручиваем винтик. Вставляем приспособление. И вакуумируем амортизатор. Вакуумируем винтик. Вакуумируем винтик. Закачиваем жидкость. Это первый, но не последний раз делаем. Следим вакуумные установки, пока перестанут идти пузыри в емкости для масла. Бывает, приходится несколько раз это делать. Ну вот, воздух практически закончился. Проверяем, чтобы шток был полностью выдвинут. И закачиваем еще раз масло. Дадим поршню немного подняться. Ну вот, в принципе, вся прокачка. Отсоединяем шланг. Отсоединяем приспособление. Ну вот, я решил пойти по такому пути. То есть прокачивать через поршень. Можно было бы сделать, конечно, дополнительное отверстие в корпусе амортизатора. Прокачивать через него. Но я не стал этого делать. Прокачиваю через поршень. Закручиваем винт. Готово. И вставляем верхнюю крышку. Ставим стопорное кольцо. Кстати, здесь я использую стопорное кольцо из нержавеющей проволоки. В этом месте, потому что соединение незащищенное. Вернее, этот узел не защищен от коррозии. Поэтому лучше, чтобы здесь было нержавещее кольцо. В следующих своих конструкциях я сделаю этот узел защищенным. Будет крышечка. И оно будет полностью изолировано. Даю давление. Давление со шлангом. В конструкциях должно быть не менее 12 килограмм. Готово. Закручиваем винт. Он предохраняет от грязи, от воды с одной стороны. Ну и дополнительно имеет резинку, которая предотвращает травление воздуха. Так скажем. Так. Снимаем. Конструкция. Получилось вот так. Теперь штанга или спица. Ее вставляем. И закручиваем головку. Наверное, надо было сделать это раньше. Ну ладно. Просто давление давит на иглу, и она дает на спицу. Тяжело наживить. Я, как видите, не ставлю на герметик и не закручиваю полностью пока. Потому что случилась немножко такая вещь, что вот эта регулировка, вот эта крутилка мешает снять ползун, который вам покажу попозже немного, для того чтобы, и гайку, для того чтобы быстро заменить пружину. Ну, делалось это для удобства регулировки, но в будущем я думаю, что я все-таки буду делать эту ручку съемную, чтобы можно было эту пружину быстро заменить. Вторую. Первую можно, это верхняя опора будет быстросъемной, а вот вторую нет. Ну, посмотрим. Ну, то есть вот получилось так. Наверное, все-таки буду ручку делать быстросъемную, и все это можно будет заменить. Хотя, с другой стороны, не так часто это приходится делать, этой пружины, а это ухо можно открутить, в принципе. Ну вот, первую часть закончили. Ну, наверное, надо проверить, как работает хотя бы отбой. Вот хочу показать вам, как традиционно, как работает регулировка отбоя. Вот сейчас он полностью зажат. Видите, что шток практически не выходит. Откручиваем. Вот скорость увеличивается. Выхода штока. Можете заметить, что вот в этом амортизаторе именно регулировка отбоя, она имеет немного другие параметры. То есть, если раньше достаточно было сделать два-три щелчка на откручивание, и шток уже шел, с большой скоростью выходил из амортизатора. Здесь нет. Этого не происходит. То есть, регулировка более плавная. За счет чего? Ну, если вы обратили внимание, то игла на видео, она была тупоносая такая, закругленная с краю. Соответственно, у нее был уменьшен угол этого конуса. И регулировка, с одной стороны, она стала иметь меньший диапазон, а с другой стороны, стала более точная. Почему я изменил параметры иглы? Потому что, по отзывам заказчика, я ему уже делал амортизаторы с регулировкой отбоя. Он мне сказал, что никогда полностью не открывает отбой. То есть, ему весь диапазон регулировки с более тупым углом на игле был не нужен. Поэтому я изменил вот этот угол. Диапазон получился меньше, но зато точнее. И на каждый щелчок теперь амортизатор будет реагировать более адекватно. Вот, что касается отбоя, просто забыл вам сказать, когда показывал иглу. Ну вот, сейчас вы видите детали, которые предстоит установить. Это детали, которые связаны с установкой пружин. Это гайка, на которую опираются пружины. Это ограничитель хода верхней пружины. Это ползун пластиковый, на которых опираются обе пружины. И верхняя или нижняя опора быстросъемные пружины. Вот. Вот эти детали сейчас я установлю на амортизатор. Значит, гайка выполнена вот в таком форм-факторе. Она одна, не две, как делается. То есть, и одна, и вторая они друг другу контрят. Здесь, для того, чтобы законтрить она не крутилась, есть вот такой винт нержавеющий. Вот. После того, как она накрутится, зажимаете винт, и она никуда не девается. То есть, в открученном положении этого винта гайка закручивается очень легко. Вот. Она даже немножко с люфтом сделана, сделана для того, чтобы в процессе эксплуатации, если вам нужно поджать гайку, у вас не было проблем. Ну, понятно, что в процессе эксплуатации внедорожников там нестерильная чистота, и влага всегда, и в резьбу забивается и грязь, вода, там начинается коррозия, и открутить бывает их невозможно. Конечно, кто занимается ремонтом процентов, знают. Коловер, я имею ввиду. Две гайки, которые контрят одну другую, после года даже эксплуатации, ну, практически невозможно открутить. Доходят от того, что их просто срезают. Устанавливаем эту гайку. Видите, как легко она крутится. Установили гайку. Теперь ограничитель хода верхней пружины выглядит вот так. Здесь есть два стопора для того, чтобы ее закодрить в каком-то положении, и отверстие для ключа, чтобы ее крутить. Ну, пока, естественно, она крутится от руки. Это гайка. Ну, так достаточно. Пластиковый ползун. Ну, ничего особенного. Не тот ползун, извиняюсь. Ну, вот так он будет ходить. Ну, и верхняя опора пружины. Для этого я сниму амортизатор. Вот о чем я говорил. Получилось так, что, видите, не пролазит. Ну, я над этим вопросом поработаю, конечно. Вот. Поэтому сначала делаем гайку, стопор и ползун. Потом закручиваем ухо. Вот так это выглядит. Ну, и вот верхняя опора, а нижняя опора, наверное. Надеваем сюда и потом на ухо. Вот в такой конфигурации как-то все это выглядит. Ну, вот и все по этому амортизатору. Надеюсь, вам было интересно. Рассказал вам, надеюсь, я понятно. Можете оценить мою работу, насколько это сделано профессионально, с любовью к этому делу. Хотя никогда здесь опыт не помешает, и поэтому можно заниматься всю жизнь этой работой и совершенствоваться, к чему я и стремлюсь. Спасибо всем. Здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Е.